Народ, всем привет! Вторая серия. Мы решили так и оставить, подумали, посовещались, проект X. Просто будет проект X, такой загадочный. Итак, я напомню, что в прошлый раз у нас осталась проволока диаметром 1 мм. И нужно сделать цепочку, которая, ну, вообще, самая распространенная, самая ходовая, в принципе, и вот из ювелирки, да, вот, то, что я продаю, это цепи. Цепи, и самый ходовой, и самое, считается, самое жирное, это бисмарк. Бисмарк заказывают все, в золоте, в серебре, женщины, мужчины и так далее. Поэтому мы решили пойти, так как у нас стоит денежная цель, мы решили прийти к тому, что будем учиться делать бисмарк. Это, как бы, хлеб ювелира, это, ну, все, кто занимается цепями, браслетами, те, кто умеет делать и не умеет делать, все понимают, что бисмарк – это самое ходовое плетение. Итак, бисмарк. Слав, значит, держи проволоку. Значит, смотрите, у нас, у нас, то есть вот сейчас проволока единица. Я считаю, что единица – это слишком много для цепочки. Надо сделать, ну, во-первых, чтобы он потренировался паять, собирать и так далее, но более мелкой. Давайте остановимся на 0,8 проволоке. Он дотягивает до 0,8 проволоки, потом подбираем ригель и все вам огласим. Привет, народ. Спасибо огромное за поддержку. Было больше, там, почти 300 комментариев. Все прочитал с первого до последнего. Учел все ошибки. Сегодня вот в фартуке, правда, без перчаток. Руки будут иногда грязные. Очки еще тоже не приобрели, как сказали, при протяжке проволоки. Соблюдай технику безопасности, потому что, да, может проволока вылететь, а отлететь в глаз. Очки тоже приобретем, будем теперь проволоку тянуть всегда с очками. Всем спасибо за теплые слова, очень много хороших слов, добрых, как напутствий. Будем стараться, все в моих руках, от цели не отступлю. Красава, давай, давай, все, не отвлекайся, вперед. И опять превращаюсь в злого учителя. Ты падаешь на ровном месте, иди лечись тогда. Что, пожалуйста. Потому что я считаю, что надо именно вот в таком стиле обучать, тогда ходит больше, быстрее людям. И результат, вы же видите, человек с первого раза сделал браслет, красивый. Кстати, браслет продается. У Славы на странице, вот здесь, вот здесь, вот здесь, или вот здесь, появится его инстаграм. Переходите, подписывайтесь там, смотрите. Он выкладывает там сторисы, что он там делает, чем занимается, как двигается к успеху. Погнали. Слава, не отвлекайся. Проволка 0.8, ригель 2.15. Наматываем. Наматывать проволку сейчас будем. Найдем только кусочек кожи. Берем чуть с запасом, вот так вот изломываем, подтянуем. Наматал пружинки. Так, остатки, вот что осталось, мне обратно убираю, скручиваю. Сколько наматал, 3 пружинки мне должно хватить. Ну что, мы делаем сейчас цепочку бисмарк, плетение бисмарк, да? Наматали проволоку. Ну, кто-то делает с кондуктором, разводит сразу. Мы не ищем легких путей и делаем именно, как я учился, как я делаю и так далее. Мы сейчас подбираем среди вот этих вот гвоздиков кучу гвоздей. Выбираем нужный и разводим. Суть этого всего должна быть вот это вот расстояние между проволочками чуть-чуть шире, чем сама проволока. Все, хорош. Подожди, 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 может нам не получится. Откусываем одно звено. Откусываем следующим образом, смотрите. Раз, вот усик, потом второе целое, да? И вот третий усик откручиваем чуть-чуть в сторону. Если вот мы линию проводим, то в одну и в другую сторону плюс-минус одинаковые должны быть вот эти вот завитушки. Берем. Получается достаточно. Полностью все раскрываю, одну, вторую пружинку и потом дальше собираем. Первое звено получается мы практически собрали. Смотри. Раз. Вот у нас первое звено. Теперь как собирается цепочка плетения бисмарк. Вот берешь звено, да? Одеваешь, прокручиваешь. Раз. Два поддеваешь за обе. Вывел. Вот этот усик немножечко должен в сторону быть. Считаешь. Раз, два, три. Третье откусываешь столько же, только в другую сторону. Получается усик вот. Вот это да. Если смотреть вовнутрь вот от той горизонтальной. Да, вот эта вот линия, да, вот центральная линия. Большие оставлять не надо, потому что они будут мешать для спаивания. Короткие, они просто развалятся. Дальше за центральную зацепил. Имеется в виду по усикам. То есть ты когда закручиваешь, примеряйся вот по вот этим первым усикам, да? То есть вот они, получается, вот так вот должны быть. Длиннее не стоит. Еще раз повторюсь, что когда будешь припаивать, ты, ну, будет цепляться. Не нужно это все. В общем, вот так вот. Давай, пробуй. Старайся. Ну, что можно сказать? Схватывают на лету. Все получается. Вот как показал, точно так же копируют, как и я делаю. Это хорошо. Продолжай. Задача сейчас собрать 55 сантиметров. Делаем 60 в длину. Потом растянется. Да. Ну, все, не спеши давай. Парик собрал вот такой вот кусок. Сколько тут сантиметров? 35 сантиметров. И я решил проверить, вот, ну, чтобы, может быть, вовремя руку поставить. В принципе, по большому счету, все хорошо. Единственное, пока играют, вот видите, усы. Один большой ус, один вот нормальный, ну, средний, то есть, ну, так, ближе к идеалу, опять большой. Вот этот вот хороший. То есть они все разные. Ну, это потому что здесь вообще вот, получается, коротковатые усы. И это очень, это влияет потом на дальнейшее, на изготовление цепочки. Почему? Потому что они будут звенья по-разному, ну, как бы, запили, как бы, по-разному сидеть. И это очень важно, нужно обращать внимание. А так, в целом, все хорошо. Собираем дальше. Ну, смотри, Слав, ты, наверное, тоже собрал какой-то кусочек цепочки, да? И предыдущие у тебя уже браслеты готовы. Вот скажи, какое сложнее делать? Просто спрашивают в комментариях. Какое сложнее, какого лучше начинать? Вот твое мнение, вот, как новичка. Ну, мое мнение, как новичка, мне кажется, и то, и это плетение для меня одинаково сложно. Потому что это совсем, ну, две разных техники плетения цепочки. Там одно, тут другое. И я не могу еще высказаться, что для меня легче, что для меня труднее. Может, когда я сделаю 10 штук того, 10 штук того, я пойму, что мне легче делать. А сейчас для меня и то, и то было сложно. Так что ничего не надо. Ладно, не отвлекайся, собирай, давай. Наша задача сегодня закончить эту цепочку. И чтобы ребята побыстрее увидели серию, а то вы же ждете серию. Ждут, ждут, пишут. Поставьте лайк. Собрали цепочку. Теперь, естественно, нужно пропаять. Так как у нас здесь проволока 0,8, нужно припоя как минимум, как минимум 0,5. Вы все спрашиваете, какой он припоем паять? Ну, он должен быть явно тоньше, чем основная проволока. И в разы тоньше, чтобы он хоть плавился и так далее. Поэтому вот сейчас Вячеслав, у него 0,6 проволока, дотягивает и садится паять. Ну что, теперь паяем. Паять необходимо вот этот вот стыки, вот этот икс. Вот каждый звень есть с двух сторон получается. Раз, два, три, четыре и так далее. Потом разворачиваем в другую сторону и точно так же пропаиваем вот эти вот иксы. Что мы делаем? Первым делом нам необходимо зафлюсовать нашу цепочку. Обильно смочили флюсом целиком и так далее. Выкладываем далее. Выставляем пламя. Пламя нам нужно тоненькое. С тоненькой иголочкой. Берем припой. Окунаем во флюс. Это в основном бура. И начинаем паять. Греем. Место стыка. Подносим припой. Раз. Греем. Вместо стыка подносим припой. Раз. И так далее. Периодически припой окунаем во флюс. Я надеюсь, что если тебе будет что-то непонятно, ты будешь спрашивать. И вообще периодически показывай свой процесс работы, потому что проще кусочек переделать, чем переделать всю цепь. Хорошо. Понял. Будем стараться. Продолжение следует... Вот Слава пропаял одну сторону. Есть небольшие косяки. Они связаны с тем, что припой положился неравномерно. Но это приходит с опытом. Вы поймете, что нужно одинаково класть припой, чтобы он закрывал. Вот здесь видите, вот ямка получается образовалась. И лучше ее наложить припоем. Либо потом запилим. В общем, мы сейчас, пока он запаяет вторую сторону, а потом будем смотреть, что дальше делать. Давай, Слав, продолжай. Мне туда припой пока не класть. Нет, я только паяю вторую сторону. Единственное, что сейчас ты будешь паять, учти, что чуть-чуть больше, чтобы вот эти две проволочки, да? И ты вот эту штучку должен залить припоем. Да, залить припоем. Или она даже пускай выступает, лучше потом все равно запиливает. Поэтому давай, жги. После того, как я пропаял спочку, Олег сказал кинуть ее в отбел. И ее отбелить. И после этого будем рассматривать пайку и производить работу над ошибками, если я их совершил. Ну, я надеюсь, конечно, что я их не совершил. Предлагаю вам продуть ОКТ. Согласны продуть? Да, Викен. Нет. Лимонной кислоты после отбела обязательно промываем сначала в ванночке водой, а потом проточной водой промываем изделие, чтобы смыть до конца всю кислоту. Обязательно сушим цепочку. Все, просушили. Теперь идем к мастеру показывать работу над ошибками, если она предстоит, конечно. Боби-Ван Кеноби вошел в контакт. Смотрите, цепь пропаяна. Первое, что я сразу бросается в глаза, это вот эти вот заусеницы от припоя. Тут две причины. Либо припой, не очень хорошо сделанный, размешанный и так далее. Либо второе, просто недопай. Недопай, это можно просто в дальнейшем взять и прогреть. И, ну, и все. То есть, это уйдет вот этот вот. То есть, вот считается идеально пропаянным звеном. А это вот. Здесь много припоя. Здесь. Ну, нормально. Вот здесь много припоя. Много припоя. Ну, это не страшно на самом-то деле, что это все спилится. Ну, вот здесь вот просто поставлена точка, но не запаяна звену. То есть, если сейчас его взять и, ну, немножечко дернуть, оно развалится. Ну, в общем, давайте так. Сейчас мы берем, обкусываем усики. И... И работаем, ну, то есть, устраняем ошибки. Смотрите, обкусываем мы от миллиметра, миллиметр от пайки. То есть, примерно вот так вот. То есть, отступили миллиметр. Тут нужно приловчиться и понять. И обкусываем. Так каждое звено. Вот примерно вот такая картина должна быть. То есть, вот с этой стороны не скусанные, а вот они скусанные. Видите, вот так вот. Слав, давай, вперед. То есть, скусывая вот, грубо говоря, вот как я сделал, точно так же тебе нужно продолжить. Не больше, не меньше. Не спеши, старайся аккуратно. Там, ну, никто не гонится за тобой. В общем, откусили. И теперь прям явно видны косяки. Первое. Есть места, где звенья между собой спаялись. Вот только что нашел. Вот оно, звено. Они между собой спаялись. Соответственно, их надо будет выкусить и заменить. Второе. Есть места, как вот, например, вот это. Просто стоит капля припоя на одном из усиков. Надо их соединить и пропаять по-человечески. Вот тоже вот такое же звено. Вот такое же звено. То есть, здесь их достаточно. Третье. Вот эти вот места есть, которые не доплавлены. То есть, надо припой больше утопить и заплавить. Ну, как бы оплавить и все. Больше ничего делать не надо. Итак, работа над ошибками начинается, как говорится, вперед. Сейчас мы проверим на спайке, чтобы все звенья были между собой двигались. И потом дальше уже будем запиливать. Но прежде всего мы подготовим цепочку. Вперед. Так, я еще хотел спросить, Николай, что здесь делать так? Выкусывать. Это, получается, усик припаялся вот к этой штучке. Вот сюда вот. И теперь, когда ты запилишь, это вот прям вот видно будет. Явно видно будет. Поэтому вот пырешь, вот это звено выкусываешь, как брак. Сначала раскусываешь. То есть, все, все вот берешь и выкусываешь все, ну, то, что спаялось между собой. То, что плохое. Дальше мы уже будем понимать, сколько у нас запчастей. И будем собирать их между собой, соединять. У тебя, надеюсь, пружинка осталась. Все осталось. Так, а выкусываю я прям вот так. Прям выкусываешь, да. Раскусываешь звено, оно развалится само. Все, Николаич, я выпустил все звенья, которые были. Да, по-моему, должно быть вообще гораздо больше здесь всяких. Вот, даже вот, встань, давай сейчас я, я сейчас тебе помогу. Ну вот, например, вот берем вот, вот спаянное звено. Выкусываем. Просто между собой спаянное. Видно, вот припой залился. Убираем. Вот, мало того, что не запаянное, вот еще спаянное звено. Убираем. Вот здесь вот это вот мне не нравится. Здесь очень много, вот, видишь, и вот цеплялось. Раскусываем. Ну и давай посмотрим, что по итогу у нас получается. Вот кусочек, вот кусочек. Вот кусочек. Вот кусочек. Вот кусочек. Еще кусочек. И это то, что я еще, еще нужно подпаивать, допаивать. Ну это крах. Ну это не крах, это просто, ну я просто не думал, что это истока будет, такое количество. Давай переплавлять. Я другого пути не вижу. Ремонтировать два, три, ну четыре там ремонта. Но здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. И это я еще так бегло просмотрел. Надо внимательно посмотреть. Потому что цепочка будет уходить на продажу. Продажу клиентам. Ну в том числе, возможно, это мои клиенты. Я такое предложить, к сожалению, не могу. Поэтому собираем. Плавим. Ну другой вердикт. То есть просто это херня. Это не работа. Ну на самом деле. Конечно, я понимаю, что первый раз там и так далее. Но, к сожалению, даже не могу понять, почему роза получилась, а бисмарк нет. Все то же самое. Примерно плюс-минус пайка. Ну конечно, проволока может побольше. В общем, ребят. Ну вы сами видите. Я считаю, что такие вещи просто недопустимы. Ювелиры. Должно быть качество на высоте. На сто процентов. Поэтому напишите ваше мнение, кстати, в комментариях. Как бы вы поступили. Отремонтировали или бы переплавили. Давай, Слав, твой ход. Как говорят, кто не работает, тот не ошибается. Соберем все остатки. Что сказать? Обидно, досадно. Ну а что поделаешь? Такую работу клиенту нельзя отдавать. Как сказал шеф. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас поймешь. Шеф. Это косяк. Легче будет переплавить и все заново. Я не думал, что... Ну, скорее всего, проволока тоньше, да. Аккуратнее надо быть. Но не получилось, что теперь. Будем учиться. Не все коту масленица. Как это... Есть такая поговорка. Да что ты, черт побери, такое несешь. Будем отливать заново все. Вы знаете, вот такое ощущение, что у меня что-то не получилось. Вот прям реально, очень обидно. Я думал, что... Ну, прям... Я первый раз вообще встречаю такого человека, который схватывает на лету. У него действительно все получается. Вот, например, браслет розочка. Он сделал ее прям сходу. То есть, он сделал ее... Вот считай, ну, мы снимали сколько вот весь период. Вот он сделал ее. Без брака, без косяков. Там что-то там в конце поджег и все. Ничего страшного не случилось. Но все равно у парня потенциал есть. Поддержите. Он тоже, на самом деле, не прям обрадовался. Потому что это все равно проделана была работа. И работа такая, достаточно серьезная. Поэтому, ребят, поддержите, поставьте лайк, там, напишите словон, там, выше нос, там. А мы сейчас переплавим и сделаем офигенную цель. Ну, потому что мы все эти изделия делаем на продажу. Потом мы несем... Он изготавливает, потом я несу со своими изделиями пробирную инспекцию. И вы будете уже приобретать. И я не могу допустить, чтобы это было качество на 3. У нас мы делаем только на 5. Поэтому подписывайтесь. Нажимайте там на колокольчики, там, на все, что там. Следите за проектом. Напишите вообще, получится у Славы или нет. Вот как вам кажется, добьется цели или нет. А на этом заканчиваем. С вами Маргун Ювелир. Пока.